Война 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 вот ну что пехота или луки кто кого и у той у той команды 6 отрядов конницы два отряда пикинеров и два отряда копейщиков у команды гнев марса плюс отряд фальксов то есть получается так вот пехота ближнего боя это опять отрядов у команды атаку сквад раз три отряда мечей андарты три отряда три ариев это уже 6 и кемврийской копейщицы 7 все очень подвижны и ну три арии конечно на германики не такие уж и очень подвижны и далеко не очень подвижны но это хороший танкующий отряд на самом деле я думаю что однозначно они смогут разобраться с мельтиадом за исключением конечно пикинеров ну пикинеров придется контрить лучниками да ну правда лучники конечно это такое против пикинеров всего-навсего два отряда лучников они конечно хорошо эффективно будут их уничтожать неплохо так но это лучники на мельтиад прошу прощения пикинеры на мельтиаде и как бы они очень шустрые могут уходить из-под обстрела а лучников собственно это мало ну посмотрим посмотрим как они сумеют все это дело реализовать получится ли у них ну и кстати говоря смотрите обратите внимание что у команды гнев марса варварские лучники под прикрытием фальксов то есть один отряд фальксов а у команды атаку сквад там как раз таки мечницы мечи андарты фальксы плюс у них есть хороший способность подрезать сухожилия но минус они картонные поэтому как бы тут такое но с другой стороны на армении они очень неплохо справляются с конницей под вот этой вот первой способностью неистовство они очень хорошо очень хорошо справляются с конницей ну правда если по ним пройдется натиск по фальцам то мало им собственно и не покажется зато мечей андарты есть хорошая способность которая наносит урон так сейчас я лобби создаю создаю лобби комиссии так комиссии создать битву сейчас ребята надо сбросить видите у нас тут небольшие проблемы небольшие технические проблемы с заходом игру команд так перевал августа у нас стоп перевал августа вот она карта все верно да просто дело в том что скажем так судьи из одного и того же клана то есть большое количество судей из одного и того же клана то есть поэтому попросили команды атаку склад чтобы не было в битве судей которые относятся каким-то образом к плану в котором состоит команда гнев марса и поэтому в этой битве будут находиться только команды и стримеры все судьи будут проверяют состав занимаются собственно говоря проверкой состава как зашли команды и вот этими вот вопросами ну а уже в самой битве будут следить как битва проходит на стриме непосредственно ну я думаю что в битве я думаю что никаких проблем не возникнет по крайней мере до этого не возникало вообще никогда там собственно лишь чтобы гадости друг дружку не писали в общий чат в битвах да и все больше как таковых ну и признание победы той либо другой командой вот и все сетап здесь сейчас они проверят когда зайдут команды так нету еще одного игрока из команды гнев марса так кинана с луками и пиками арминий с луками и фальксами это у гнева марса против одного только амбиорикса с так все так хорошего боя ну что можно начинать бой все погнали в бой готовность проверили скажем так перевал августа вообще я не помню чтобы эта карта выбиралась хоть раз первой за чтобы вот так вот там прям с первого хода перевал августа выбиралась не помню такого надо сейчас кстати говоря посмотреть какая из команд выиграла право пика карты выбора карты так атаку сквад ну вот так вот атаку сквад эта команда эта команда это их карта наверняка как-то нарабатывали эту карту придумывали какую-то тактическую тактику точнее на этой карте и сейчас они попробуют реализовать получится или нет посмотрим так что у нас тут пишут хорошо удачи пожелали в игре молодцы так стоп прекрасно так перевал августа нужно сейчас будет занять позицию вот здесь вот в лесочке вышли ли команды да все вышли но смысле заняли ли места смотрите три отряда идут на ближайший глазик все верно хотя это ближайший то глаз соперника и наверняка соперник туда пойдет со всех сторон ну как соперника относительно это если считать рандом до что то это глаз соперника как бы в рандоме давайте я сразу здесь черепашкой стану тут рядышком с лесом и думаю тут они быстренько зайдут на место которое надо здесь будет засвет глаза а там они глаз будут непосредственно штурмовать с двух сторон у них расположилась конница и здесь уже пошел первый засвет да первый засвет верцингетерикс здесь ожидает здесь кстати говоря с цепи он как я уже говорил в битве присутствует четыре конницы четырех фракций ой-ой-ой не уйдет не уйдет ну его зацепят конечно он потеряет хп чуть-чуть но не так уж и как говорится много верцингетерикс в этом плане он может сражаться в ближнем бою пока работает топорик он неубиваемый и будет наносить очень много урона поэтому он преследует к тому же здесь идут еще и лучники по пятам конницы надо уходить хотя а конница с цепи она очень медленно и да они заманивали специально в ловушечку чтобы здесь просто с двух сторон атаковать и окружить копеечки идут на по центру и здесь конница преследует варварская конница побыстрее римской значительно быстрее ну еще на суле как-то можно было там за счет кнута побыстрее побегать но вот уже играть на сцепионе вернее убегать на сцепионе от варварской конницы проблематично очень даже проблематично ну что они скорее всего с правой стороны пойдут на захват базы с этой стороны копеечки будут контролировать здесь пикинеры будут будут постараться не пускать на захват базы к тому же там лучники вряд ли дадут это сделать но если триарии подойдут и станут на захват и их будут прикрывать какие-нибудь там например копейщики то будет это сделать проблематично хотя как какие копейщики ведь копейщиков как таковых кроме триарьев по-моему и нету вот еще только а кем риски и копейщицы но они вряд ли смогут нормально прикрыть и здесь бегают туда-сюда спасаясь от лучников отряды на германики но у них конечно есть черепаха это им не особо грозит смотрите заманивают в ловушку отряд если он сейчас пойдет то он попадется в ловушечку и пикинером мало не покажется очень даже мало не покажется расположились так очень интересно на самом деле расположилась команда так у склад в любой момент они просто-напросто могут атаковать если что соперника здесь германику конечно не составляет какого-то труда танковать выстрелы разводит отряды просто-напросто если копейщики пойдут в атаку дальше то они просто уничтожат этих копейщиков окружив какой обходной маневр и сейчас будут пытаться просто окружить команду гнев марса конница проверяет на готовность пикинеров до пикинеры готовы в любой момент стать как говорится в фалангу и активно атакуют триарий активно пытаются зажить зажать команду гнева марса просто со всех сторон они окружают и как тут пытаться будут сейчас команда выйти из этого положения конница как-то мне кажется неудачно немножко здесь схлёстывается да без натиска почему-то варвары идут они бросили выжженную землю и будут сейчас отступать ну конечно наконец и выжженная земля не такая уж и эффективно отриарии здесь пытаются сражаться с пикинерами вот будут ли пытаться они опустить боевой дух у этих отрядов или нет конница здесь терять сейчас топорик слетит и она будет на самом деле дальше умирать вы какое здесь толпотворение одна конница с другой сражаются лучники а вот только я не знаю зачем лучники сюда так близко подошли почему не да вот сейчас только перестреливаются еще одна конница на подходе сейчас будет попытка уничтожения лучников посмотрите они загнаны в ловушку до натиска как такового на самом деле так и не получилось очень не эффективный на самом деле натиск здесь конница сейчас будет добиваться по группам так разобрались отряды куб рассачивается конница сквозь мечников не удерживают их мечники вот в этом плане фальксы были бы хороши они подрезали бы сухожилия но здесь еще один отряд конницы ой посмотрите какой кривой натиск прямо в стену надо смотреть вернее надо останавливать конницу во время натиска чтобы они не врезались как говорится это надо делать очень часто до отошли очень грамотно сейчас отошли лучники за пикинеров к ним подобраться будет сейчас проблематично пикинеры не смогли наверное нет они опустили пику они опустили пику и конница конечно сейчас будет умирать пока преимущество стороны атаку сквад по очкам но оно быстро тает и сейчас еще непонятно кто победит здесь копейщикой окружены скорее всего они будут уничтожены это конница может тоже потерять свои войска да она уничтожила кстати лучников она справилась с этим очень хорошо а в то время как у команды гнев марса лучники еще присутствует в битве у них еще есть два отряда и они достаточно крупные скажем так и пище к тому же под прикрытием пикинеров на мельтиаде ой 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 а здесь копейщики а это кемрийские копейщицы они умирают собственно говоря здесь мечницы также умирают от мельтиада еще и конница сейчас атакует в спину здесь у нас а здесь у нас под возмездием три арии наносят серьезный на самом деле урон по сопернику а все кто будут к ним приближаться лучше вообще в принципе сейчас не приближаться да потому что возмездие там будет разрубать соперника очень хорошо я думаю что 313 на 355 быстро перевернули ход сражения в свою сторону команда гнев марса очень быстро возможно за счет лучников потому как как раз таки как раз таки лучники ой 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 какой удачный натиск как же здесь сейчас не повезло три ариям вот в этом моменте их просто-напросто атаковала конница и она сейчас отходит просто сдерживает мельтиад конница просто атакует спину и отходит атакует спину и отходит вот так вот но еще на самом деле так понимаю что особо ничего и не потеряно у команд у команды атаку склад забыл название у команды атаку склад у них есть еще хорошие отряды но дело в том что лучники им лучники толком ничего сделать не дадут они мобильные конницу всю потеряли и без конницы будет проблематично что-либо сделать вообще вот именно проблематично без конницы будет тяжело то в то время как у команды гнев марса еще есть как минимум да не как минимум а именно два отряда конницы а это я вам хочу сказать очень много вас стоит есть еще лучники где они вот здесь вот маленький отрядик да ну их очень-очень мало кто больше всего нанес очков атаки копейщики на мельтиаде 2000 у команды гнев марса и 1982 это мечи андарты и кимврийские копейщицы два отряда пикинеров часто не подпустят к себе копейщицы копеечка три ариф ну да я думаю что здесь собственно уже можно сказать что г.г. немножко не повезло очень хорошо отыграла команда атаку сквата они грамотно окружили своих оппонентов но неудачные на самом деле натиски когда казалось бы они уже вот вот в этом месте до лучников согнали в одну кучку и вот это вот конница которая шла у нее не получилось сделать натиск не получилось эффективного натиска и вот это вот наверное все таки сыграла свою роль ну и там конница была надо сказать что он ой 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 тоже немножко промахнулись ну здесь мечи андарты на амбиориксе очень быстро бегают да вот под способностью проворства они очень шустры все-таки конница на газдрубале видите хоть у нее частый натиск но какой-то он как мне кажется немножко не такой может быть и у меня он не получается но и здесь как вы видели он тоже не получился да я думаю что 1-0 в районе 100 очков преимущество и вряд ли это преимущество получится как-то сократить потому что у соперника есть лучники догнать лучников ну смогут может быть мечи андарты но кто же их пустит здесь вон целая фаланга пикинеров которая никого никуда не пустит а лучники сейчас станут на возвышенность вот сюда и начнут наносить наносить урон поэтому я думаю что как таковых проблем с победой у команды гнев марса не будет ну вот конница смотрите как как носится на а и натиски еще это на армении мечен дарты но на армении это само собой они носятся очень хорошо все в принципе отряды войск ну вот видите да вроде бы еще и неплохое количество войск осталось у атаку сквад но вот лучники на вот они сейчас начнут расстреливать просто сверху и все и сдерживают если бы еще была конница если бы еще была конница то может быть и можно было что-то бы предпринять не знаю почему ребята решили взять карфагенскую конницу почему не допустим варварскую до которая очень хороша мне кажется даже и александр был бы лучше чем у ее и смотрите-ка мечницы 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 но нету подрезать сухожилия к тому же тут еще и копейщики и конница присутствует в игре поэтому я думаю тут проблем не будет собственно с тем чтобы защитить своих лучников вот это вот я не честно сказать не могу понять эффективность конницы греции она по сравнению например с той же варварской в ближнем бою уступает на самом деле и ей придется затратить больше времени на то же уничтожение в ближнем бою лучников чем тем же варвара вот и все поэтому ну gg это да чтобы признать поражение good game надо писать по-английски только в этом случае засчитывается признание по англии поражение так сейчас пока ну вот вышел игрок ну ждем расстрела ждем пока не добьют только в этом случае на щас конец разобьет черепаху можно сразу приготовить надпись до а 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 1-0 на первая победа оказалась за командой гнев марса ну на самом деле такая упорная битва уже концовка было понятно да что побеждает команда гнев марса но вот начало и преимущество было явное преимущество было со стороны команды атаку склад вот чуть чуть им не хватило вот уничтожь они полностью лучники лучников или сохрани хотя бы отряд какой-то конницы тогда бы все возможно было бы перевернуть но этого не произошло и 1-0 но опять можно посмотреть что у команды гнев марса две конницы тот же версии тот же македонский оба в то время как у команды 2 неизменно присутствует газ трубал и в этот раз цезарь но у них тоже римская конница как и в прошлой битве единственно поменялся полководец там был цепион сейчас цезарь ну не знаю цезарь конечно хорош у него есть неплохой баф вот этот вот плюс 50 к атаке и защите но тем не менее тем не менее так готовы сейчас я проверю готовность проверяем так отлично погнали в бой погнали в бой посмотрим кто кого опять кстати говоря опять таки по количеству стрелковых отрядов превосходит команда гнев марса вот ну в прошлой битве вот до последнего момента ну как до последнего момента до того как потеряли всю конницу команда атаку склад как-то так вот имела какое-то преимущество но потом они потеряли конницу и преимущество их очень быстро ушло 1-0 ведет команда гнев марса так я думаю что сюда они не пойдут до команда решает идти держать по крайней мере центр может быть они никуда и не пойдут но сфокусировали свое внимание пока с центра так дайте ка я тут пройдусь сюда потом черепашку поставлю чуть попозже что быстрее дошли хотя бы до леса ну вот сразу же засвет в центре все верно решили не брать свет для засвета этот флаг я думаю что там туда и с той стороны идти особо-то и незачем отступает потихоньку потихоньку отступает команда на суле да ну конечно тут идти их расстреляют очень быстро команда атаку сквад да и не спешит идти в атаку гнев марса собственно они расположены в центре потихонечку тут перемещаются а дротики кстати говоря афракийская пельтасты это дротики они прощая что-то перепутал совершенно пельтасты это конечно же дротики они проща поэтому поэтому очень интересно сейчас будет наблюдать за ходом сражения выходят сюда лучники дротики подходят на радиус 30 атакуют атакует несмотря ни на что идут в атаку как три арии идут в атаку несмотря на то что их расстреливают их расстреливают и очень хорошо расстреливают но приказ был идти в атаку потому что на подходе союзники а вот верно ли это было сделано может быть стоило сначала союзником ближе подойти а потом идти в атаку потому что здесь один отряд фактически уничтожил несмотря на то что эти три арии движутся под кнутом все равно их расстреливают расстреливают дротики конница влетает нет не влетает здесь очень эффективно на самом деле прикрывают эти отряды боя и сейчас будет еще один натиск и вот сейчас на самом деле был ну не то чтобы он эффективный но они зажали дротиков посмотрите что творится они зажали дротиков и лучников сейчас также будут атаковать а нет это лучники на арминии я путаю немножечко да это лучники на арминии и все равно видите несмотря на то что конница на газ друбале хорошо влетела в дротиков они с пол хп и этот отряд даже до сих пор живет да потому что просто-напросто у конницы газ друбала нету нормальной атаки это лично мое мнение да здесь опять-таки газ друбал под бафами кстати говоря цезаря потому что здесь есть конница цезаря и он неплохие бафы на самом деле раздает и посмотрите сколько дротиков осталось живых и собственно говоря вот это вот толпа ничего толком не сделала этим дротиком и сейчас ой сейчас натиск конницы со всех сторон будет на лучников прикрывает прикрывает конница да прикрывает не даст он сделать натиск тоже хорошо закрывает эти отряды лучников конница копейщики сейчас будут пытаться уничтожить эту конницу а дротики отошли да кстати они еще потеряли потому что наверное подошли еще какой-то отряд конницы и сделал этот натиск Лучники спасают себя немножечко, здесь они бегают А куда же тут полетела конница? Она могла спокойно атаковать лучников, но они предпочли Ну, кстати, да, тоже неплохой выбор, на самом деле Они атаковали Александра, который тут пытается Какого Александра? Они атаковали Цезаря, точнее Который пытается подобраться к дротикам Ну, здесь неизменно преследуют отряды Здесь кашемала, посмотрите, мечники врубаются в лучников Лучников все-таки фактически... Вот, конница еще идет, она сейчас будет атаковать лучников Да, без сомнения, у нее это сделать получится Натиск удался, но, скорее всего, она там завязнет и также будет уничтожена А вот теперь, внимание, вопрос... Ай, нет, конница не переключилась, она выходит, выходит Только хотел сказать, внимание, вопрос, что вознее было добить вот этот маленький отряд лучников Но потерять при этом неплохой отряд конницы Но конница сумела выйти из этого боя За счет того, что она растянулась, натиск в нее получается не очень хороший Здесь, кстати, тоже лучники поредели Также есть ли конница еще у... Ну, у них есть еще лучники, которых преследует конница Ну, какой-нибудь из отрядов копеечков пойдет на перерез Нет, не уходят, уходят лучники Ну, конечно, не без потерь, но, тем не менее, уходят А почему-то копейщики не прикрывают лучников И вот только сейчас они начали... И еще конница! Посмотрите, все-таки конница у команды Гнев Марса живет дольше Значительно дольше живет Но в этот раз есть неплохие, еще достаточно неплохие отряды конницы у атаку скват И они смогут подобраться к стрелкам Тем более, что тех осталось, на самом деле, очень мало Но они сейчас будут наносить урон, находясь под защитой копий Поэтому они тут будут себя более-менее уверенно чувствовать Да, вот еще на подходе лучники И они сейчас преследуют, преследуют кони Вражеских лучников и копейщики на Армении преследуют И вот здесь, смотрите, такой вопрос А не проще ли откатиться команде? Ну, хотя еще 10 минут битвы Тут неизвестно, что может произойти Откатываться, наверное, все-таки в этот момент не стоит Нужно уже преследовать соперника до конца И пытаться зажать и уничтожить Вот здесь вот атакуют Суллу Сулла решил не включать проскрипцию Скорее всего, потому что полководец уже мертв Кнут он также не использует, боится потерять боевой дух А нет, вот использует Кнут Все нормально, с боевым духом уже не боится Вот здесь как раз-таки не хватает меча Эндарты Или способности устрашения Мельтиада И тогда боевой дух окончательно упадет 210 на 280 Ну, я думаю, что все Не составит как таковых проблем Довести эту битву до победного конца у команды Атаку-скват Ну, конница еще жива На самом деле, конница еще жива И очень даже так хорошо себя чувствует Большое количество юнитов в отряде 16 из 40 Чуть менее половины Но они зато сейчас Он идет наверняка вот за вражеской конницей Которая преследует лучников Почему она остановилась на Цезаре Вот Цезаря нету как таковых Ну, хотя есть, но тут очень мало дается Плюс 5% скорости Это не так уж и много И здесь в лесу сейчас, конечно же, все равно Догонят лучников и уничтожат Good Game Пишет команда Гнев Марса 1-1 Что-то я хотел написать 1-2 1-1 1-1 Ну что, ничья у нас В этой битве, как я и хотел Дабы На самом деле, я считаю вообще, что полуфиналы Это та стадия турнира В которых битва должна идти до последней Капли крови Ну, просто, чтобы не было понятно Кто победит очень длительный промежуток времени Чтобы эта битва была с переломными моментами Ну, это же классно, да Это зрелищно, это круто Это, 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 это здорово Это здорово Ну что, интересное будет сражение Наверняка интересное Получится ли у какой-то из команды Победить прям вот безоговорочно Так, чтобы прям Насколько атаковать Или обе команды будут выжидать Мне кажется, обе команды будут выжидать То есть, ну, слишком высока цена поражения И, наверное, будут стараться Как-то так вот точечно укусить соперника Подождать К тому же, наверняка У команды Гнев Марса будет только три конницы Это все-таки Маневренность и скорость команды уменьшится Да Но зато германик На этой карте На этой маленькой карте Может банально даже стать на захват Вряд ли дадут ему захватить Да Я вот не помню По-моему, только Одна битва на турнире Закончилась с помощью захвата базы И то там уже По-моему, это уже не решало роли Насколько я помню Вот я вот момент этот немножко забыл Кинана на пиках Кстати, да Кинана может быть на пиках Причем у обоих команд На этой карте Кинана на пиках может быть у обоих команд Соглашусь, вот прям Так, счет у нас 1-1 Повторюсь Ждем составы Да, кстати, они уже готовы У команды Атаку-скват Копейщики на Мельтиаде Накинание пикинеры Копейщики пикинеры Насула на коннице Газдрубал на коннице И Арминий Засадная группа и Мечендарты Неизменно играют с двумя отрядами стрелков Только два отряда Во всех трех битвах Два отряда стрелков У команды Атаку-скват Команда Гнев Марса Так, Кинана Это пикинеры Также, да Ну, согласен Что все-таки Пикинеры на Кинане На этой карте Будут эффективны Соглашусь Сула Это застрельщики И легионеры Германик Это легионеры Верцингетарик Это всадники И Амбиорикс Это Фальксы При под прикрытием Нет, лучники Под прикрытием Отряда фальксов Вот так вот Получается Застрельщики Есть у команды Гнев Марса Да Есть у них Застрельщики Вот так вот Получается Шесть отрядов Конницы У Атаку-скват И только Три отряда У Да Только Три отряда У Гнева Марса Получится Ли Это Дело Все Реализовать Или Нет Получится Ли Реализовать Застрельщиков У команды Гнев Марса И получится Реализовать Конницу У команды Атаку-скват Карта Маленькая Карта Маленькая Ну Будет ли Кто-то Атаковать Так И у меня В команде Будет Один тяж И два Средних Прокликай Его В начале Боя Пожалуйста Так В смысле Прокликать Сейчас Так А в начале Боя Просмотреть Все ли у них То ли выбрано Все я понял Да 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 Хорошо да У Эри Нуэза Будет Один тяж И два средних То есть нужно Это будет проверить Что он выбрал Именно те Отряды Это сначала Не понял Что за инфа Да я понял Сейчас напишу Окей Сейчас посмотрим Пишут что здесь В списке Шестая Пехота Да Написано Так Сейчас мы Готовность Проверим Проверяем Готовность У всех Все проверяем Так Одна команда Готова Вторая команда Готова В бой Капиталистский Хом Не забыть прокликать Эри Нуэза А то Могу Немножко Подзабыть Монте-Кристо Три пятерки Приглашает меня в группу Понятия не имею Кто это Германик на арте Да Нет Если был бы Сцепион То я бы еще сказал Что это Сцепион На арте Но нет Германик на арте Это как бы Нормус Да Такс 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 Один игрок Еще не загрузился Раз Два Три Четыре Где пятый Игрок Пятый Там Все Я могу Смело Сюда Маленькая карта Смотрите-ка Лучненькие Дротики Решили пройтись По дороге Возможно Они пойдут сюда На подъем А может быть И пойдут прямо Ну прямо Думаю Вряд ли Скорее всего Они пойдут На подъем Так Давайте-ка Я тут Быстренько Стану Черепашкой И прокликаем Эри Нуэза Так Отряд Центуриона Отряд Легионеры Ветераны И отряд Центуриона Да То есть Все верно Один Отряд Легионеров Ветеранов И два Центуриона Ну что Вот за свет Первый пошел Конница На На Суле Вылетает Здесь Вперед Светит Просто Не спешат Ну Команда Нет Кстати Они не пошли По прямой Это конечно же Да Было бы глупо Если бы лучники И дротики вдвоем Только пошли По прямой За свет И там могло быть Все что угодно Они решили взять флаг Стали собственно говоря И стоят Ждут Выжидают Здесь команда Как я и говорил Да Команды Не спеша Ни та Ни другая Команда Не спешат Естественно Им это не Так Дайте-ка я тут Стану куда-то Вот за домики Наверное Чтобы не давать Свет Лишний Где-то Вот здесь Вот А то Видели Да Там Свет Был Хотя Это возможно Вот конница Светила А не я Да Тишина Затишье Никто Не спешит Хотя Вот Отряд Конницы На суле Здесь Пробегает Рядышком И здесь Отряд Конницы Наверцы Будет Это дело Прикрывать Может Но обхода Не будет Потому что С этой стороны По крайней мере Точно Ну конница Разве что Да Потому что Здесь флаг Здесь все Светят Знают Но Могут пройтись По лесу На самом деле Они могут Пройтись Спокойненько Видите Здесь конница С этой стороны Три штучки С этой стороны Могут сделать Так что С этой стороны Три конницы С этой стороны Три конницы Но здесь Понятно Колья О Вот они Вот они Вот они Отряды Все таки Все таки Команда Атакует Команда Атаку Скват Решила Переходить Активно В атаку Конница Это не Жилец Как только Спадает Топорик Это конница Умрет Окончательно Лучники Сейчас будут Ой Они выходят Они выходят Ну конечно Здесь и конница Перекроет Путь Будет ли натиск Решил По моему Он использовал Натиски Сейчас будет Ответный Натиск Да У него тут Да Все это Вот он Есть натиск А вот Его нету Натиска Заход на захват Базы Заход на захват Базы И смотрите Сейчас им с центра Надо выходить Чтобы сбивать базу Потому что база Будет постоянно браться Как только они выйдут С центра То они уже будут Без прикрытия копьев Да конечно Конница Сейчас будет Подходить И пытаться Сбить этот захват У них еще есть Еще один отряд Конницы Для команды Атаку Скват Очень важно На самом деле Уничтожить Всю конницу Всю конницу И тогда будет Проблематичней Команды Гнев Марса Но они конечно же Сражаться будут Вот конница Сейчас будет пытаться Делать натиск Нет она просто Бросит выжженную землю Конечно Подмечников Просто выжженную землю И отойдет Зачем рисковать Это бессмысленное занятие Со всех сторон Здесь пикинеры Сражаются друг с дружкой И посмотрите Как там выдавливают Пикинеров Здесь также Уничтожают Окружают Просто Уничтожают Преимущество в конницу У команды Гнев Марса Вот он натиск Он немножко по моему Не удался Хотя Ну Может быть и удался Конница теряет боевой дух Но там есть медалька Которая все это дело Может остановить Спасается Да Нужно беречь Команде Гнев Марса Конницу Потому что это всего-навсего Один отряд Конницы И нужно его Беречь Иначе будет Может быть Беда Здесь окружены Войска Полностью окружены Со всех сторон Им деваться Ну разве что в эту сторону Здесь Караулит Конница Если кто-то будет спасаться Через лес Эта конница Будет их Скажем так Убивать немножко И активно Не становятся Ушли с захвата Полностью ушли с захвата Атаку Команда Атаку Скват Они предпочитают Уничтожить вражеские войска У них сейчас преимущество Небольшое преимущество В очках Ну как небольшое Достаточно такое Уже в районе 100 очков Только мне кажется Было в районе 50 И сейчас в районе 100 очков Здесь уничтожают фальксов Пикинеры просто вступили в дело Дротики Здесь потеряли большое количество Лучники Теряют Носят Блин Теряют хп Противостояние Очень серьезное На самом деле Вот он Натиск конницы Который может перевернуть Как говорится Ход битвы Нужно уничтожать Эту конницу Потому что Она может На самом деле Сейчас неплохо Подрезать лучников А без лучников Будет уже намного Намного сложнее Лучники Выбирают Как говорится Своей целью Вражеских лучников Все верно Им также надо Добить Постараться Соперников В районе уже Пятидесяти очков Преимущество Пока у команды Атаку Скват Сокращает Немножечко Этот отрыв Но Что осталось В живых Еще дротики На самом деле Неплохое количество Дротиков Еще в живых Еще есть Германик Но правда Пикинеры Здесь выдавливают Германика Наносят урон Не такой уж и большой Сладер сейчас Может уронить Боевой дух Пикинерам Нет Один он не уронит Боевой дух Без сомнения Пикинеры Получают очень мало Урона от дротиков Потому что Они смотрите Такой знаете Рассредоточены Как будто бы Есть способность Рассредоточить свой Строй И что у нас здесь Здесь германик Преследует Пехоту На Армении Конница Влетает Прям влетает В германика Возмездие включено И конницы Надо конечно же Выходить из этой битвы Конница специально Влетела для того Чтобы высвободить Пространство Для того Чтобы атаковать Вторым отрядом Этих Пикинеров Да Пикинеров 256 на 333 Преимущество Со стороны Красных Красная у нас Команда Атаку Скват И если честно Я даже не знаю Что здесь В этой битве Может спасти Команду Гнев Марса Да Гудгейм Пишет команда Гнев Марса 1-2 Атаку Скват Во второй Битве Ну я имею ввиду Как во второй Битве Во втором Противостоянии Как и в первом Раунде Сумело вернуться И одержать Победу Так Можно сейчас Посмотреть По очкам Кто сколько Нанес Кинана Обратите внимание Кинана 3000 Атаки Она сумела Сделать Этот бой Кинана Я имею ввиду Конечно же Что касается Команды Гнев Марса Здесь Германик Германик Отличился Очень неплохо Нанес Но это Возмездие Конечно же Оно там Плюс рассекающий Удар Наносит Колющий Здесь В данный момент Он наносит Очень неплохой Урон Поздравляем Поздравляем Команду Атаку Скват Она В финале Ну Команда Гнев Марса Попадает В бой На За третье Место Поздравляем